Приветствую вас. Вопрос про влюбленность по интернету. Вот пишется Виктория, но она себя называет Вика почему-то. Кстати, а почему вот ВСБ называется Вика и Виктория? Угрок был взрослый, уже человек, а пишите Вика вместо Виктории. Это означает, что вы себя вероятно ощущаете несколько более младшей по возрасту психологическому. Я имею ввиду, чем вы на самом деле имеете. Значит, ну здесь вы пишите, что я влюбилась в парня по переписке, мы познакомились в интернете, общаемся уже год, мне 27 и 24. Поначалу переписывались постоянно, сейчас в речи. Во-первых, обсуждали возможную встречу, мы в разных городах. Сейчас уже не говорим об этом. Мы все равно довольно тепло общаемся, но переписываемся редко, несколько раз в месяц. Понимаю, что это все не серьезно, по сути, мы просто интернет-друзья, но ничего не могу с собой поделать и мне очень нравится. Я рассказывал ему о многих своих переживаниях, он меня поддерживал. Он очень интеллигентный, умный, с ним всегда интересно. Я знакомился со многими парнями, но такого, как он больше не встречал ни в жизни, ни в интернете. Понимаю, что могу ошибиться и в реальности он может оказаться другим, но я часто о нем думаю, что все равно очень хочу с ним встретиться. У меня такое чувство, что я опускаю свою любовь, но не хочу показаться мужчины на вещи, и не хочу прямо спрашивать, хотел бы ли он быть со мной. Я намекаю, ему всячески плетую, он не на это отвечает, но с этим мужчинам, мне кажется, если бы мои чувства были взаимы, я бы сейчас не задавался таким вопросом. Дайте мне совет, если мы действительно хотели, мы бы уже встретились, а так это поставит рату времени. Стоит ли мне активнее действовать или вряд ли выйдет из этого что-то хорошее. Виктория, ну, вы, на мой взгляд, сами себе противоречите, во-первых, в своем тексте. С одной стороны, вы говорите, что хотели бы инициативу от мужчины, с другой стороны, вы общаетесь в интернете, где люди в принципе равны. Вот. То есть, как бы, инициативу проявлять по интернету флот. Вот. Это первое. Второе. Ага, ну, не факт, что если бы мужчина если бы ваши чувства были взаимы, то вы бы такими вопросами задавались. Почему не факт? Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, интеллигентный, умный мужчина это не самец. Ну, по такому, там, классическом, классическом смысле этого слова, не самец. Это, ну, действительно, личность это человек, который может, в принципе, загнаться по поводу уместности, по поводу перспективности, по поводу чего-нибудь еще. Вот. Поэтому, поэтому не факт. Часто такие мужчины достаточно тревожные, мнительные, неуверенные в себе, а астеничные. Это называется астеничные. Ну, слабые. Слабые в контексте нервные системы. Вот. Ну, возможно, меланхолики. Вот. Ну, тут есть свои нюансы, конечно, но, тем не менее. Вот. Скорее всего, тут вот астени, я так думаю. Потому что не с астеником вам общаться, на мой взгляд, было бы сложнее. Вот. То есть астеничность, это вот такая вот некоторая вялость, размеренность, эээ, да, медленность, возможно. То есть, такая какая-то история. Ну, постараюсь это из области моих предположений. Я могу быть неправ, не прав в данном случае. Вот. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что, значит, поскольку это не факт, да, то, естественно, если вам кажется, что какая-то вот, ну, какой-то потенциал есть, да, если человек вам не говорит, там, прямо нет, да, и так далее. Вот. Я не очень понимаю, почему вы намекаете и флир... и флир... и флиртуетесь. Почему прямо, ну, как есть, как бы, все карты не... не выложены на стол. Да? Так чего, с чего вы боитесь? Отказы? Или не хотите первый шаг делать? Да? Ну, так тогда, постараюсь, вы выбрали не самую... не самую лучшую площадку для этого. С другой стороны, говорить о том, что вы хотите быть со мной, это тоже не совсем уместно, потому что вы не виделись ни разу. Как он может сказать, что хочется быть с вами? Так же, как и вы. Не знаете, кто он, как, как... как в реале. А? Пока это, вот, просто больше про образ, то вы, вот, нафантазировали себя. Поэтому, мне кажется, здесь вы идеализируете его, а идеализация, это... это... больше по... про... ваше собственное желание. Вот вы говорите, да, что... может, я не думаю, все равно хочу встретиться. У меня мысли, что я выпускал свою любовь. Вот, понимаете? А это не любовь, то, о чем вы говорите. Это влюбленность. Любовь, никакой любви речи быть не может, пока... пока... пока вы не встретились. И даже одна встреча, несколько встреч, не означает, что вы полюбите друг друга. Поэтому, эээ... здесь не про любовь, здесь про влюбленность. А влюбленность... это... это про потребность в, извините, восхищении и про потребность во внимании. Чего вам не хватает? Почему? Почему не хватает? Потому что вы игнорируете свою собственную цену. Да? Да? Эээ... вот... насколько активной жизнью вы живете? Реализуетесь ли вы? Эээ... понимаете ли вы, кем хотите быть? Кто вы вообще? Вот кто вы? Ну просто вот кто вы? Да? Лично вы? Только вы? А мне кажется, что вы сейчас пытаетесь себя обрести как-то вот за счет мужчин. Ну вот так не работает. Если какой-то мужчина вас... эээ... как бы... ну... примет... такой... Вы скорее всего вступите в зависимые отношения. Понимаете? И вряд ли станете, станете намного счастливее. Потому что... чтобы создать... чтобы создать серьезные отношения. Чтобы создать здоровые отношения, но не чтобы партнеры были сформировавшимися... Сформировавшимися личностями. Понимаете? То, что вы говорите, хочется быть со мной... общаясь по интернету... с человеком... год... Несколько заставляет сомневаться в том, что как личность вы сформированы. Это больше... намекает на предположение, что вы идеализируете любовь. Ну потому что... за счет друг у другого человека можно вот как-то да... ну... Как-то... реализоваться, твориться в нем, может быть... и так далее. Что... не так. Конечно. Следующий аспект... на... который хочется... Обратить... вам... внимание... ваш... Эпо... аспект... переживаний. О чем здесь идет речь? Ну вот... В контексте... переживаний. Речь идет о том... Что... Вам... Человек... Дорог... В том числе и... В том числе и питаться... Женщине... Здесь... Ну... Дорогиня... Им... А... О... Свойных переживаний. Ну, вы рассказывали ему о своих переживаниях, возможно, на своих предстотах, то есть как возможно вы, в принципе, об этом прямо пишете. И если вы стыдитесь, например, если вы стыдитесь себя, если вы стыдитесь своих эмоций, если вы стыдитесь в своих чувств, если вы склонны скрывать свои переживания, например, если вы в целом ведете себя довольно, так вот может быть закрыта от людей, то если этот человек, конечно, все сразу становятся для вас особыми. Это нормально. Но его особенность связана с тем, чем вы его наполняете. Вы. А не он сам. То есть, иными словами, для вас сейчас важнее иметь того, кому вы будете рассказывать, например, о своих переживаниях, чтобы вы не были одна, чем, вообще-то говоря, личным мужчинам. Ну, поймите, правильная вот, ни в коем случае нет. Если вы, ну, вот, всего ряда причин как-то изглобались, да, по какому-то контакту с людьми, то выхватывается, в принципе, легко понять. Вот. Ну, другое дело, что проблем это не решает. Другое дело, что, ну, меньше, как бы, да, проблем от этого не становится все. Вот. Поэтому я просто думаю, что нужно вам как-то вот на это, может быть, свое, ну, не, свое внимание обратить. Вот. Ну, это решет, вне всякого сомнения, сколько вам этот аспект определять. Вот. Потому что круг в круге вас все равно никто этого сделать не сможет. Вот. То есть ответить себе честно на вопрос. Что для меня означает, да, что для меня означает то, что я вот делюсь с человеком своими переживаниями. Вот. Как вот вы говорите, да, многим переживаниями. Вот. Что для вас это значит? Я думаю, что если вы как следует к этому моменту присмотритесь, если вы как следует к этому моменту присмотритесь. к этому аспекту приглядитесь. Вот. Честно. Максимально. Вот. То, я думаю, что вам станет очевидно то, что очевидно мне. Вот. Ну, так, по крайней мере. Я на это надеюсь сильно, сильно на это надеюсь, по крайней мере. Вот. Вот. В принципе то, как я мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаете сейчас вот с точки зрения, да, психологии, с точки зрения психотерапии, вот с точки зрения психотерапии. С точки зрения, там, своих ценностей, которые у меня, ну, как бы и есть. Вот. И, соответственно, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что какие-то вот выводы для себя вы обязательно сделаете. Вот. Я очень надеюсь, что используется мой ответ. Вот. Сейчас. Да. Для того, чтобы начать меня в свою жизнь. Вот. Знаете. И именно вот просто начать с ней что-то делать, да. не тратить, не тратить время на человека, который непонятно как вам относится. Да. 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 решить вопрос, связанный с перспективой ваших отношений. Если вы думаете, что этот человек может быть ваш, хорошо, в таком случае просто приедете к нему в город, благо вы знаете, где он живет. Просто приедете к нему в город, посмотреть что будет. Да, это риск, это риск, но перекладывать ответственность за то, чего хотите вы, на него странно. Если он будет такой же пассивный, значит он в принципе пассивный человек, но его им это не подходит. Вот, да поскольку сейчас именно вы думаете, что упускаете свою любовь, да? Ну что ж, если вы так, если вы так думаете, это в общем-то ваше право так думать. вот, ну и ответственность за это нести тоже, тоже вам. Вот, если вы готовы за это, брать ответственность. Хорошо, если не готовы, то почему любовь, как вы говорите? Ага. Почему любовь? Должна к вам прийти сама. Вот. Ну вы же знаете, может быть, молодой человек, как-то вот, не считает, что вы его любовь. Может такой быть? Вот. Или вы полагаете, что, что только Зефли и вы, и он считаете, что вы любовь друг к другу, то можете быть в отношениях. Это не так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.